Почти по полмиллиона тенге получат студенты вузов и колледжей, задействованные в строительстве домов для пострадавших в Североказахстанской области. Члены так называемых строительных отрядов в течение трех месяцев будут помогать возводить 300 новых жилых объектов в микрорайоне Солнечный-2 в Петропавловске. Кто и как может войти в число добровольцев, узнавала Нургуль Алина. В состав строительных отрядов вошли студенты колледжей, вузов и волонтеры. Они будут работать на стройке в течение трех месяцев, пока длятся летние каникулы. А за проделанную работу каждому из них выплатят заработную плату. Мы когда создавали свой оперативный штаб со всеми государственными органами, вели переговоры, мы поставили два условия. Первое – это безопасность наших ребят. Все-таки это стройка, это процесс. И второе – что они должны заработать достойную для себя зарплату. Но нам сегодня достигнута договоренность, что за этот летний трудовой семестр наши бойцы заработают порядка 450-500 тысяч тенгей. Строительные отряды примут участие в возведении трех сотен объектов для жителей, пострадавших от паводков. Уже заключен договор с десятью строительными компаниями, работающими в микрорайоне Солнечный-2. Здесь молодые люди начнут свою работу. Много знакомых, родственников пострадали от паводков. Я решил помочь и поучаствовать в строительстве новых жилых домов, чтобы людям было где жить. Также это будет как опыт в строительстве. Я отсюда получу много знаний, как строить дома. Научусь всему новому и буду специалистом. В состав отряда уже вошли порядка 40 студентов. Напомним, всего в микрорайоне Солнечный-2 планируют построить 500 домов для пострадавших жителей. Строительные работы планируют завершить до конца лета.